Говский, да? Это и есть Chaser, after soundtrack этой демосцены. Я не знаю, кто два остальных парня, программист и вот Art Direction, да, Кира Ильюбер. Но вот Chaser я бы, если бы мы опять захватили Польшу, я бы сослал, конечно, сразу же в американский ГУАГ, который называется Two Steps... Давайте вспомню точно Two Steps From Hell или Two Steps To Hell. Ну, я пару треков доставлю вам, этой команды, в комментах. Не хочу сейчас включать, прошай. Ну, примерно вот на этой точке вчерашнее наше видео оборвалось. Дед как мог сейчас его подклеивает с помощью нового ролика, где, собственно, мы договорим о том, что, конечно, и LUT, и многие их работы, и с ним большинство их работ основаны на эпическом, именно как жанр эпик, да, саундтреки от Chaser, и вот, может быть, с этой работы всё начинается, а дальше всё это продолжается, можете посмотреть в следующих релизах. И редко-редко они отходят от вот этой концепции эпика, и в них есть такие весёлые тоже мелодии и ритмы, но это, видимо, как и наш друг Амисеем, например, редко-редко отходит от своего базового канона два притопа, три прихлопа, и делает что-то там, ну, из ряда вон выходящее. Вот. Всем рекомендую смотреть, значит, если, допустим, на Амиге вот есть вот и LUT, то смотреть. Они ещё и делают и на PC, там, ну, на PC это каждому своё. Вот. И, в общем-то, всё, да, но мы же не сможем с вами залить вот этот хвост и назвать это сидим-пердим с дедом номер очередной. Это ж не дело совершенно. Поэтому приходится как-то сейчас выкручиваться из этой ситуации, и раз уж как бы Амиго замечательных историй, то почему бы и нет? Вот. И очень часто возникает такой вопрос в последнее время у населения. Как Амижить? Вот возникает такое. Как вот верно, достойно Амижить? И, собственно, непонятно. Дадим ответ очень простой. Я хотел сначала подготовиться очень так мощно, а потом думаю, даже не думаю, а когда задал вопрос Amiga Models в Google, я получил речь с небета, из него тут перешёл в несколько мест, и тут, как бы, друзья мои, вот статья в Википедии, да? Начнём с этого. Как Амижить? Амиго очень сложный компьютер, это совершенно однозначно. Есть очень много моделей, это тоже, как бы, совершенно однозначно. Но понимать и отдавать отчёт нужно следующему. Есть десктопная конфигурация, вот эта, А1000, А2000, А3000, и они, собственно, нам, ну, не нужны вообще. Их не надо покупать, если вы не прожжённый, конечно, любитель или профессионал Амиги. Есть десктопная финальная конфигурация А4000, её можно, как бы, взять, вот у меня такая была некоторое время, но тоже, как бы, лучше от этого, может быть, и воздержаться даже. А мультимедийные сценарии, CDTV и CD32, вообще мы не рассматриваем. И, фактически, Амиго сокращается до трёх моделей, условно, до трёх моделей. Это А500, для которой, собственно, была сделана та работа, которую мы смотрели первой, АИОН. А500+, я пропущу, ну, будем считать, что они существуют. Это А600, и я её тоже вычеркну и пропущу, и, ну, не особо рекомендовал бы её для использования, потому что особых бонусов никаких вы не получите. И А1200. Поэтому весь выбор нормального человека сегодня, если вы хотите купить Амигу, и, ну, заняться этим вопросом, это А500 или А1200. А дальше что? Выглядит это вот так. Вот это Амига 500, значит, если мне память не изменяет. Это вот Амига 1200, хотя, может быть, и нет, старик, может быть, и врёт. Нет, вот Амига 1200, вот она. Да что ж такое-то? Давайте сразу к Амиге 600 перейдём. Не то, чтобы дед уже не помнит, как Амига выглядит, просто ракурсы не всегда дают. Амига 600 самая компактная. То есть, если вам нужно прям ультракомпакт какой-то на стол поставить, вот Амига 600, конечно, неплохой вариант. И, безусловно, Амига 1200, вот этот вот агрегат, это, ну, Амига, всем Амигам Амига. Вот, между ними есть некие существенные несовместимости между вот младшей и старшей. Поэтому, если вы захотите смотреть и то, и другое, скорее всего, придётся покупать и ту, и другую. Тут тоже надо это понимать. Дальше самое интересное. Если Амигу 500 вы можете купить пустую, ну, там, памяти желательно добавить и всё, то в Амигу 1200 после покупки, это самое начало. После покупки пустой, так называемой, голой Амиги 1200, нужно будет ещё купить, ого-го, сколько всего. Всё это в неё вставить, потом всё это выкинуть, потом опять всё это купить. Ну, целый цикл такой. И это полбеды. То, что в пределах даже одной модели Амиги есть масса конфигураций. Дальше нужно будет освоить десятки, десятки сложнейших манипуляций. Нужно уметь это сетпатч делать, уметь векбенч ставить, на всякий случай. Может быть, даже и кикстарт прошить. Это один из самых сложных ретро-компьютеров для самостоятельного освоения. Поэтому, может быть, и бог с ним. Может быть, и не надо амижить по канону. Может, и не надо покупать ничего. Может быть, пойти и в духе старой школы, ну, заняться вот эмуляцией. А если мы говорим об эмуляции, куда нужно идти? Естественно, в то, о чём мы недавно совсем говорили. Нужно идти вот в нашу площадку, emulate.su, и нажимать здесь на слово Амига. Вот здесь слово Амига такая есть. И, значит, смотреть, что предлагается нам в области эмуляции на Амиге. Непосредственно, самой Амиге. Потому что там можно ещё и, когда вы купите Амигу, можно ещё и на Амиге заняться эмуляцией чего-нибудь. Например, Commodore 64. Но это уже, если вы ого-го. И знаете, что происходит? Вот если вы листаете раздел тег Амига на нашем сайте, то вот на всех шести страницах вы не найдёте ни одного поста про эмулятор Амиги. Как его настроить, как его включить, как его запустить. И это не случайно. Несколько раз я и просил людей реализовать такую статью. И сам как бы побирался это сделать. Ну, там тоже всё очень нелегко. Потому что кикстарты эти ваши не отдают. Они какую-то коммерческую ценность представляют. Векбенчи эти ваши надо ставить. Ну, в общем, такого вот эмулятора, чтобы запустил и всё работало, я пока, к сожалению, не видел, не встречал. Может быть, за последние годы что-то поменялось. Я с удовольствием на это всё посмотрю. А у нас же вы можете Амижить, ну, по канону отца. А отец как бы очень просто поступает. Он изучает разное мультимедиа, которое было связано вокруг Амиги. И занимается различными ресёрчами. И вот из того, что прям стоит почитать перед тем, как принимать выбор вообще, надо ли вам в Амигу или не надо. Из последних свежайших материалов, это, конечно, пост про Амигу и создание видеоэффектов о фильме «Вавилон 5». Мы начинали этот пост как пост о сериале «Вавилон 5». А дальше он перерос в очень интересную такой набор, подборку фильмов. И, конечно, замечательная история, свежайшая о том, как ребята нашли компьютер, который использовался Кэмероном при съёмках «Титаника». При съёмках и монтаже «Титаника». И тут прям вот очень интересное видео. Надо смотреть от начала до конца. Ну и бонус-трак в конце, где ещё Амига применялась при создании фильмов. И тут можно встретить даже такие моменты, как... Одна из частей «Lord of the Rings». И, конечно, вот очень интересен вот этот мультфильм. Видимо, при реставрации, конечно, Амига применялась, потому что в 1937 году, ну, кроме Сталина, ничего и не было. Вот Амига вряд ли присутствовала в 1937 году в оригинале. Вот. Достаточно интересная телега про Энди Уорхилла. Она короткая. Вот. Где-то ещё тут есть другой пост, потому что тот пост истлел. Почитайте. Это тоже история об так называемом цифровой археологии, когда ребята-студенты достали работу Энди Уорхилла, которую он нарисовал в своё время на презентации Амиги. Вот. Отличный пост про Амигу тоже в связке с Амигой, про видеоклипы и музыку, мастеринг музыки в 80-х. Здесь надо всегда помнить, что в области музыки всегда лидировала Атари. И музыканты охотно брали Атари для того, чтобы делать различные цифровые эффекты. Но Амига активно, и Коммодор активно боролись на этом поле. И вот это один из проектов, с помощью которых Коммодор пытался отвоевать у Атари всю электронную музыкальную сцену с точки зрения создания именно продакшена музыки. Вот. Есть такие развлекательные посты, как Амига осциллограф. Есть материалы, с которыми мы уже с вами сталкивались. Тут обзор рифта, который плавно нас приводит к тому, что такое Battlefield и DICE. Есть неплохой, кстати, вот этот ролик про реакции мамы на... Реакция мамы на Versus. Реакция мамы на iOS. И мама здесь рассказывает, что и как она видит. Но только посмотрите внимательно, какого года этот ролик. Потому что, мне кажется, ему 10 лет. И надо понимать, что мама к этому моменту ни Windows 10 не видела, ни последних билдов Mac OS. Ну, то есть, отдавайте отчёт всегда тому, когда всё это снято. Вот. И что ещё тут осталось у нас? Вот это неплохо, да. Это как раз вот Startup Sequence, так называемая Амиги. То есть, вот это самый-самый начальный экран после включения компьютера. И ещё вот вам ещё тут надо научиться разбираться. Куда уж там до запуска каких-то демосцен. Там на Амиге всё очень-очень нетривиально. Поэтому что, давайте подписываться на наш блог, видеоканал, ставить лайк, жать подписату. И мы забыли, конечно, когда мы говорим о первой работе, с которой мы начали сегодня. Мы уже разобрались, что это слово, я уже не смогу его сейчас выговорить ещё раз, переводится как монолог самим собой. И там есть сцена, когда звучат цифровые самплы, девочка говорит. И она вроде бы как говорит с кем-то, а на самом деле с самим собой она говорит. И она произносит такую фразу. Why it's so dark? Почему так темно? И отвечает сама себе. At the beginning it is always dark. Вначале всегда темно. Вот эти слова пророческие. Это слова про наш YouTube-канал. Потому что когда вы спрашиваете, почему так темно, я вот отвечаю вам словами из этой работы. Вначале всегда темно. Но у нас же есть тельные призы. Мы их тоже уже анонсировали несколько роликов назад. И, в общем-то, я сомневаюсь, что кто-то сможет разгадать загадку, поставленную в пости про форум. Ну, плюс сертификаты у нас ещё будут, есть. Давайте так поступим. Если кто-то сможет дословно переписать и запостить в комментарии полную фразу, которую говорит девочка, расслышать всё букву в букву, честь по чести и записать на языке потенциального врага, а дальше привести свой литературный художественный перевод того, что девочка произносит, вот этому человеку мы тоже готовы будем вручить копию. Или копию, или прям сам тот приз, который мы анонсировали в посте про блог, про форум ZTEXPK.ru. На этом, наверное, всё. Большое спасибо. Дед пошёл пердеть по общим вопросам. Чуть позже вернётся к вам. До новых встреч. Так, дед, давай, выключай. Выключай, надо пердеть.